Всем большой привет, с вами Настя и вы на канале Toskana Bags. И сегодня продолжение нашего ролика про итбэкс, те самые иконы стиля среди сумок. Итак, почему же их все хотят? В первую очередь, это иконичность. Как правило, итбэкс отличаются неповторимым и очень запоминающимся дизайном. Это не просто сумки, а буквально произведения искусства, которые моментально узнаются. Второе, это история. Все мы любим интересные истории, и как правило, у всех итбэкс есть предыстория, которая связывает ее с владельцем или создателем. Следующий момент, это инновационность. Многие итбэкс привнесли своим появлением что-то новое в мир моды. Это мог быть эксперимент с формой, функциональностью или деталями, который в итоге стал новаторским. Следующий момент, влияние знаменитостей. Как правило, актрисы, певцы или модели делают итбэкс еще более желанными. А еще нередко это коллекционная ценность, потому что стоимость многих итбэкс со временем только растет, что превращает их в неплохую инвестицию. Ну а сейчас хочу рассказать про еще некоторые модели сумок, которые стали теми самыми итбэкс. Первая модель это Гуччи Джеки. Знаменитая сумка, которая была названа в честь Жаклин Кеннеди, первой леди Америки. Ее выпустили в 1950-е годы, и она сразу же стала очень популярной. Ну а вторая волна популярности пришлась на начало нулевых. Основной чертой сумки Джеки является причудливая форма и узнаваемый замок-застежка. Сумку изготавливают из разных материалов и натуральной кожи, и текстиля, и канвы, и выпускают в разных цветах. Следующая сумка от бренда Balenciaga. Модель Motocycle. Ее выпустили в 2001 году. Ее создал на тот момент креативный директор бренда Николя Гискьер. И если честно, сам бренд был не в восторге от этой модели. Но сумка приглянулась Кейт Мосс. И именно поэтому Николя настоял на том, чтобы бренд выпустил ограниченную партию. Ну и конечно, как только поклонники увидели сумку на своей любимой модели, интерес к ней взлетел и не опускается вот уже 20 лет. Следующую сумку создала Фиби Файла для Клоэ в 2005 году. Кстати, про Фиби Файла и ее новый одноименный бренд мы записывали отдельный выпуск. Обязательно посмотрите, если еще не видели. Это сумка Клоэ Паддингтон с увесистым навесным замком. И именно эту модель назвали самой быстро продаваемой из всех сумок, которые когда-либо создавали. Все 8000 экземпляров, которые выпустили весной 2005 года, разобрали по предзаказу. И они даже не успели попасть на полки магазинов. И следующую сумку придумала тоже Фиби Файла, правда уже для другого бренда. Это Селин Лагач, который выпустили в 2009 году. Кстати, в одном из интервью Фиби Файла сказала, что задумывала эту сумку как часть практичной азбуки одежды. То есть сумка буквально подходила подо все случаи жизни. Вскоре после выпуска именно по этой причине сумку назвали мечтой продавца. Потому что порекомендовать ее можно было кому угодно. Следующая модель на сегодняшний день так же популярна, как в год своего выхода. Это сумка Mark Jacobs Snapshot. Она вышла в 2016 году. Мне кажется, это одна из первых моделей, где текстильный ремешок появился на постоянной основе. Следующая модель тоже практически из нашего времени была придумана в 2016 году. Это сумка Loeva, огромная корзинка из рафии. Собственно, она так и называется – баскетбэк. Вообще, летний гардероб нельзя представить без сумки-корзинки. И многие знаменитости подтверждали это на протяжении десятков лет. Когда в 2016 году Джонатан Андерсон создал для Loeva свою вариацию плетеной сумки-корзинки и объявил стоимость этой модели около 400 долларов, список ожидания взорвался буквально по всему миру. Ну и по сей день в любой летний сезон или отдых на Мальдивах у кого-то в блоге сразу же появляется эта сумка. И закончим на сегодня очень маленькой сумочкой. Конечно же, от бренда Jacquemus. Это сумка Le Chiquita. Она вышла в 2017 году, когда Симон Jacquemus представил коллекцию La Bomba из огромных шляп и малюсеньких сумочек. Оригинальная модель размером всего 9х12 см, но есть еще версия Mini Chiquita, и она всего 5 см в длину. Конечно же, Mini Chiquita сразу же стала обсуждаемой и очень вирусной в социальных сетях. Появилась куча шуток и мемов. Но тем не менее, это только укрепило неизменную популярность сумки. Итак, в прошлом выпуске я показывала вам модели, которые точно заслуживают статус Eatbacks в нашем бренде. А сегодня модели из нового поступления, которые только претендуют на этот статус. Начну я с этой модели из кожи Софьяна, которая точно даст фору любой сумочке Eatbacks в плане универсальности. У нее средний размер, закрывается эта сумка на молнию. Внутри единое отделение и есть кармашек на молнии на задней стенке. У сумки одна ручка, и она отлично смотрится на плече. Кстати, фурнитура здесь именно золотого цвета, и многие Eatbacks славятся именно этим. Ну а следующая сумочка, практически как Le Chiquita, приехала к нам в двух размерах. Побольше и поменьше. Наполнение, кстати, у сумочек одинаковое. Давайте рассмотрим версию покрупнее. Здесь клапан, закрывается на такой интересный замочек. Дополнительно в сумке есть молния. Одно отделение и есть кармашек на молнии на задней стенке. В комплекте есть два ремешка. Один покороче, и он более широкий. Носим, конечно же, на плече. Или в формате кроссбоди на длинном ремешке. Ну и, конечно, еще больше красивых сумок ждет вас в Toskano Bags. В нашем шоуруме на станции метро Гражданский проспект. Кстати, шоурум работает по предварительной записи. Записаться можно на сайте или у менеджера. Также на сайте доступен каталог наших моделей. Кстати, заказы мы доставляем различными курьерскими службами. А по России при помощи Почты России доставка бесплатная для заказов, где есть сумка по полной стоимости. Ну а я прощаюсь с вами до следующих роликов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok